Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать свою посылочку. Она у меня вот такая маленькая с сайта Литуаль. Это у меня, скажем так, подарок на день рождения. Мне подарили на самом деле подарочную карту. Я обожаю, когда мне дарят подарочные карты. Я не знаю почему, но я всегда нахожу какие-то интересные вещи, которые я бы хотела себе приобрести в магазине Литуаль или Ривгош. И для меня на самом деле это супер классный подарок. Я получила эту посылочку на почте России. Хотя на сайте указано это как пункт выдачи. Но прежде чем мы откроем с вами эту посылку, потому что я ее еще не открывала, но я знаю, что там внутри. Там нет парфюмерии, там декоративная косметика. Но я думаю, что вам будет очень интересно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я хочу вам показать еще один подарок, который я знаю, что представлен в магазине Ривгош. Это, конечно же, аромат, который я очень давно хотела. И я говорю о парфюмерии Винсекамута. Правильно так, наверное, называется. И я не знаю, я почему-то читаю это как Чао. На самом деле, наверное, Циао. Наверное, так правильно называется. Я, если честно, не знаю, как правильно называется этот аромат. Но это один из тех ароматов, который у этой марки мне безумно-безумно понравился. Есть еще один аромат, который тоже в моих отделках. Я тоже хочу, чтобы он у меня был. Но этот я хотела больше всего. Я, конечно же, распаковала коробочку, уже наносила на себя. И мне он безумно нравится. Единственный его минус – он не такой сильно стойкий. Давайте я его нанесу на себя снова. Такой он приятный, девочки. Он такой... Вообще, про него написано, что это цитрусово-ягодный аромат. Но я бы так не сказала. На старте есть немножко цитрусов, но таких... Знаете, я бы даже сказала, что стартует розой. Вот почему-то лично для меня. Да, здесь он такой сладковатый. Он немножко каких-то, может быть, цитрусовых. В нем есть роза, в нем есть лепестки, в нем есть какая-то цветочность, нежность, ароматы. Вот эти очень классные. Второй, кстати, аромат, который я хочу из этой марки себе приобрести, это вот такой, называется Капри. Вот такой вот голубенький вариант с голубеньким цветочком. Вот этот – это, наверное, более летний аромат, нежели вот этот фиолетовый. Здесь такое что-то... Я не помню пирамиду, если честно, но здесь что-то такое бело-цветочное, воздушное, нежное. Такое, я не знаю, мне все время представляется достаточно такая теплая погода, какое-то такое летящее платье. И вот этот аромат. Это моя следующая хотелка. Я надеюсь, что у меня к лету появится. Но сейчас мне просто безумно... Вот в этом аромате даже есть какая-то такая легкая горчинка. Мне кажется, вот эту горчинку придает роза. Здесь есть, по-моему, в базе роза. И вот она дает такую горчинку. То есть сладость каких-то, может быть, фруктов, наверное, даже ягод каких-то, красных ягод, разбавляет вот эта горчинка розы. Я не скажу, что я прямо много цитрусовых чувствую, но очень такой нежный, слегка сладковатый, слегка горчит, слегка цитрусовых. Вот всего-всего слегка. И очень вкусный. При этом он такой немного теплый. То есть на такую более летнюю прохладную погоду, на летний вечер, я бы сказала. Ну и, конечно же, сам флакончик, вот эта вот его крышечка, просто бесподобна, на мой взгляд. Мне на самом деле очень нравится этот флакончик. Я сейчас с огромным удовольствием пользуюсь. Единственное, что, как я уже сказала, он держится примерно, наверное, часов шесть. Так, ну и давайте уже откроем мою коробочку. Давайте, наверное, начнем с самого главного и того, что у меня многих уже было, но у меня еще не было ни разу. Это я себе заказала вот такую пудру Терракота от Герлен. Вот так вот она выглядит. Боже, я ее давно на самом деле хотела. Я все смотрела, смотрела, все думала, надо мне или не надо. Ну и вот так сложилось, что оказалось, что все-таки мне нужна эта пудра. Вот так вот выглядит. Ну, я думаю, что многие знают вот эту Терракоту от Герлен. Я вообще любитель метеоритов от Герлен. И, соответственно, конечно же, вот эта Терракота, это была моя хотелка. Я заказала себе на лето. Вообще, я думаю, будет супер, да. Второй оттенок. Ссылки на магазин Гритуале я, конечно же, вам оставлю. Он сейчас по очень хорошей цене. Вот так вот выглядит. Здесь вот эти вот более розовые, темные и посветлее. Конечно же, здесь есть блестки, конечно же. Причем блестки находятся вот здесь вокруг, а посерединке блесток нет вообще. Вот. Ну и, конечно же, аромат. Кстати, очень хочу себе тоже как-нибудь прикупить вот этот парфюм. Тоже на лето, наверное, будет супер. Аромат очень классный, но на этом я не остановилась. И я заказала себе еще кисточку. Смотрите, какая кисточка. Ну, конечно, кистей у меня, конечно же, мало. Девочки, вы уже понимаете, да. Идет такой пыльничек очень классный. И вот такая кисть. Ну, кисть, конечно, супер. Она такая, кстати, достаточно мягкая. И давайте вместе с вами я сейчас нанесу на лицо. Смешаю все оттенки. И, слушайте, ну супер, смотрите. Супер, да? Она, конечно, пылит. Видно вот здесь вот. Но мы немножечко так нанесем. Наверное, на камеру не очень стоит это делать. Но очень хочется просто попробовать. Слушайте, ну мне нравится. Смотрите, как нежно наносится, растушевывается. Кисточка очень мягкая, прикольная. Сюда даже нанесем. Вроде на камеру кажется, что рыжит. На самом деле, совсем не рыжит. Он такой легкий, практически незаметный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая вот у меня исполнение своих хотелочек. Вот эту кисточку я тоже очень хотела. Еще хочу такую же кисточку для метеорита. Потому что у меня есть метеориты. И я обожаю метеориты. Я считаю, что просто лучше пудры не придумали. Хотя, может быть, уже придумали. Но мне безумно нравятся метеориты. И я с огромным удовольствием ими пользуюсь. И хочу, конечно же, вот эту розовую кисточку от Герлен. Также я заказала вот такие румяна от Armani. Тоже давно на них смотрела. Смотрела. У меня, конечно, румяна есть. Но мне очень хотелось именно вот такой. У меня все румяна сухие. А мне хотелось именно вот такой жидкий вариант. Также для того, чтобы наносить их летом. Смотрите, вот такой вот идет спонж. Вообще очень похоже на блеск для губ. Вот такой вот у меня распределяется. Очень здорово. Давайте тоже на щечки пробуем. Так, у меня это оттенок 51. Давайте попробуем. Пальчиком распределим. Конечно, их нужно чуть-чуть, на мой взгляд. Смотрите, как класс. Смотрите, как освежает. Я обожаю румяна. Я считаю, что без румян я бы вообще выглядела бледным. Вот посмотрите, да, разницу надо. Только хорошенечко растушевать. Смотрите, какие классные. Наверное, надо чуть-чуть совсем. Рейк. И распределяем. Смотрите, выглядит очень-очень натурально. Как будто бы это я действительно такая свежая, румяная такая красотка. Слушайте, ну, мне очень понравились. Буду, конечно, дальше пользоваться. Чуть-чуть ничем не пахнут, мне кажется. И еще последние два продукта, которые я вам сегодня покажу в моем заказе. Во-первых, сейчас у меня нет никакой помады. Но когда я наношу помаду, которую я вам сейчас покажу, меня очень часто спрашивают, Наталья, что у вас такая за помада. И из предыдущих всех видео моих, я ее сейчас вообще постоянно ношу. Мне нравится тем, что она мега стойкая. Это вот такая помада от марки L'Oreal. У меня в оттенке 842 Candyman. Я вам оставлю, конечно же, ссылку и пропишу все внизу в инфобоксе. Это та помада, которая такая бежевая, которая мелькает у меня в последнее время в моих видео. Вы постоянно про нее спрашиваете. Вот такой оттенок. Оттенок просто бомбический, девочки. Наверное, самый лучший оттенок. Вот просто аналогов, честно вам признаюсь, не встречала. Но эта помада, по крайней мере, зимой вообще высушивает губы. Я зимой не могла ей пользоваться. Могу пользоваться только сейчас и, соответственно, летом. Ну и осенью, да. И минус еще этой помады заключается в том, что ее нужно сразу наносить либо кистью, либо вот этим спонжем. Спонж достаточно удобный. Но нужно наносить тонким слоем сразу же. И дать ей застыть и не делать вот так. Если вы так сделаете, она сразу превращается в комочки. И наслаивать ее достаточно сложно. Держится реально целый день. Но вот в сложности нанесения и подсушивает губы. Если у вас очень сухие губы, я не советую вам эту помаду. Но оттенок вот этот просто бомбический. Мне кажется, он подойдет реально всем. И, соответственно, мне делают постоянно комплименты. И не только на ютубе. Мне постоянно тоже говорят, боже, Наташа, у тебя такая классная помада. И я, короче... А я на нее ругалась за ее нанесение. И поэтому я решила себе заказать еще две помады. Только это немножко другая, видите, линейка. Здесь вот с таким колпачком. Там идут нюдовые варианты, нюдовые оттенки. Я решила заказать что-то поярче на лето. И давайте вместе с вами мы как раз и попробуем. Первый это 824. Давайте мы вместе с вами... Он такой... Ой, слушайте, смотрите, какой крутой оттенок. Летом, девочки, это будет супер. Тоже должен быть матовый, да? Да, тоже матовая помада. Смотрите, какой оттенок крутой. Слушайте, на лето вообще супер. Их реально с утра нанес и забыл. И дальше следующий оттенок это 820. 820. Так, о, слушайте, вообще... Вот это супер. Я без затестов слепую заказывала. Честно признаюсь, вот это будет летом классно. И вот это, наверное, тоже. Смотрите, она такая мали... Немножко ягодная такая, я бы сказала. Давайте я ее как раз сейчас нанесу. Ну что, я нанесла вот эту помаду. Это 820 оттенок. Немножко кривовато, конечно, как всегда. Но видите, визуально увеличивает губы. Вот я обратила внимание, что действительно губы кажутся больше. Причем, чем дольше ее носишь, тем более пухлее, что ли, они становятся. Я не знаю, в чем прикол, в чем секрет. Но это действительно так. Видите, какие губки получаются. Оттенок очень классный. Такой розово-ягодный, да, такой вот, смотрите. Он такой, на губах не такой яркий, скажем так. И давайте сейчас я сотру эту помаду и нанесу вот эту красную. Итак, вот оттенок 824. Снова нанесла криво. Девочки, вы меня извините. Видите, она немножко склеивает. Склеивает губы до тех пор, пока она не высохнет. Она будет вот так вот склеивать губы. Поэтому желательно не разговаривать, не пить, ничего такого. Застывает она минуты две примерно. И через две минуты она будет у вас постоянно вот так держаться. Я почему-то думала, что он будет поярче, этот оттенок. Видите, он такой... Ну, вот сейчас, на весну, пока кожа не загорела, будет вообще идеально. Это все-таки, на мой взгляд, такие как бы нюдовые, но в то же время цветные, носибельные очень оттенки. Даже вот этот вот морковный под определенную одежду, под определенный такой образ, наверное. Мне кажется, очень классные оттенки. Эта помада нанес с утра и до вечера она вместе с вами. Вот, поэтому помадки супер, девочки. Уреаль. Классные помады. Очень советую. Ссылочки и номера вам оставлю, конечно же, внизу в инфобоксе. И вот, кстати, они у меня еще не до конца засохли, эти помады. Здесь у меня на ватном диске средства для снятия макияжа. И смотрите. Видишь, что происходит. Это они не до конца еще застыли. То есть, они действительно очень стойкие помады. Я очень их рекомендую. Реально снимаются средством для снятия макияжа, водостойкого макияжа. Видите они как? Это они еще до конца не застыли. Так что на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok